Вору в законе Надиру Салифову. Гули, недавно пришлось объясняться со своими оппонентами. Согласно информации Разболта, речь идет о старых врагах Гули, Рафике Эйвазове, Рафик Масалинский, Джавиде Мамедове, Датуак Джабединский, Эмине Ахмедове, Эмина Джигабульский, Джейхуне Аскерове, Джейхун Гинджинский, Зауре Шипилове, Заур Нахчеванский, а также Олигидарове, Альберт Рыжий, которые участвуют в этом противостоянии заочно, из колонии, где отбывает длительный срок. Связавшись с Гули через интернет, воры высказали свою главную претензию, необоснованное, как они считают, лишение статуса и наложенное вето на новые коронации любого земляка Салифова без его ведома. В период, когда Гули находился в азербайджанской тюрьме, у пострадавших не было возможности спросить с него лично. Теперь же такое время настало, и они готовы встретиться с ним хоть в Дубае, где он сейчас и находится. По словам источника разболта в правоохранительных органах, в последнее время противоборствующие Гули и мафиози начали объединяться для более эффективной борьбы с ним. Перебравшись из Турции в Грецию, Дато Аджебединский, в частности, сблизился с представителями мощного греческого клана, в том числе законниками Давидом Сёбис-Квердзя, Дато Кутаиский, Лошейджи-Ладзе, Рача и Зозой-Амбра-Ладзе, Зоза. Кроме того, по некоторым данным, оппозиционеров поддерживают и такие влиятельные воры в законе из Азербайджана, как Вагиф Сулейманов, Вагиф Дипломат, Ариф Мехтиев, Ариф Сумгаицкий, Юнус Назаров, Юнус Исамальский. Правда, публично свою позицию они никак не выражают, все же вступать в открытый конфликт с Гули ни у кого желания нет. При этом финансовую опору им составляют остатки клана убитого в 2016 году криминального генерала Ровшана Джаниева, Ровшан Ленкаранский. Тем более, что его близкие до сих пор полагают, что за преступлением мог стоять Надир Салифов. У каждого из них есть свои причины ненавидеть Гули. К примеру, Эмина Аджикабульского тот развенчал уже спустя несколько месяцев после его коронации членами менгрельского клана Кордавом Зарилуа. Вернуть воровской титул Ахмедову позже помогли воры в законе Пичуга и Важа Тбилисский. Однако уже через полгода в красноярской тюрьме его статус не был подтвержден группой законников, в числе которых были Саша Шамас, Леван Гальский, Коба Краснодарский и Юра Лазаревский. Рафика Масалинского в конце 2016 года не только лишили статуса, но и сильно избили и отрезали ухо по приказу Гули. За что он уже начал мстить, в апреле 2017 года его люди убили в Санкт-Петербурге Джабира Гасанова, участвовавшего в той кровавой расправе. Спустя месяц в Одессе было совершено покушение на двух доверенных Гули, Илгама Гаджиева и Актая Архалы. А в начале сентября в Тбилиси был убит еще один из обидчиков Масалинского, Эльшан Мамедов. А в ноябре 2017 года не поздоровилась стороннику Ровшина Ленкаранского Али Гейдарову, Альберт Рыжий. Гули лишил его воровского титула за то, что во время разборки, которая произошла в Турции между Гейдаровым и приближенными Гули, тот не просто сбежал с поля боя, но и спрятался от преследовавших его оппонентов в полицейской машине. Такой поступок помимо Гули осудили еще ряд авторитетных воров в законе, которые не стали препятствовать развенчанию Альберта Рыжего. В настоящий момент атака пошла на активы Гули в России. Торговцы на рынках, подконтрольной этой группе азербайджанских воров в законе, начали всячески препятствовать нормальной работе продавцов, сотрудничающих с Алифовым и его людьми. То же касается и более крупных бизнесменов. Всем им прямо говорят, что ситуация для них улучшится, только если они сменят покровительство Гули на покровительство воровской оппозиции. Сами же оппозиционеры готовы обосновать Гули, почему он вообще не заслуживает право оставаться в семье. После обмена взаимными оскорблениями и угрозами разговор был закончен. Однако, по мнению собеседника Разболта, на этом конфликт не закончится и вскоре стороны могут перейти к решительным действиям.